Областной комитет по природопользованию подвел итоги года. Самое важное достижение – принятие целевой программы развития водохозяйственного комплекса области до 2020 года. Наиболее масштабным мероприятием программы на ближайшую перспективу станет реконструкция дамбы в Юревце. Уже в 2013 году начнется разработка проекта по реконструкции за счет средств областного бюджета в сумме 5,5 миллионов рублей. После разработки и прохождения экспертизы данного проекта будут начаты работы по реконструкции объекта. Предварительная сумма до утверждения проекта составляет 650 миллионов рублей. Важной вехой стало создание при Комитете общественного совета. В него вошли ведущие специалисты и ученые, которые займутся вопросами санитарной рубки деревьев на особо охраняемых территориях. Пока речь идет о Липовой аллее на улице Садовой и парке революции 1905 года. В этих местах уже проведено предварительное обследование. Стволы сухих и дуплистых деревьев помечены краской. Основание выбраковки дерева в соответствии с болезнью служит заключение специалистов, фитопатолога и лесопатолога. Затем эта информация будет размещаться на сайте Комитета и в средствах массовой информации. И в течение двух недель мы будем изучать мнение общественности по конкретному вопросу. Мнение местных жителей будет иметь одно из решающих значений. Главное прийти к компромиссу и убрать только те деревья, которые могут стать причиной несчастных случаев. Будут ли восстанавливать зеленые насаждения взамен вырубленных – вопрос открытый. Речь пока идет о вырубке, потому что подсаживать деревья – это не очень простое дело, поскольку памятник природы имеет определенное охранное значение. И в данном случае будут решать, необходима подсадка или нет ученые по итогам обследования. С 1 апреля в областном комитете по природопользованию работы прибавятся. В связи с ликвидацией Департамента государственного контроля в комитет перейдут полномочия по экологическому надзору и экологической экспертизе.